Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Недавно мне на глаза попалась рекомендация одного очень уважаемого мной товарища по приготовлению свиной корейки. По его уверениям на выходе должно получиться нечто очень сочное. Хочу проверить, корейку специально купил с жирком. Но концы ребра не зачищены. Сейчас все подготовлю. Эту часть надо срезать. На котлеты пойдет потом. Когда-нибудь, не знаю, завтра, послезавтра. Ребрышки нужно с них скрести все, чтобы получились такие ручки для котлеток. Отлично! Теперь нужно подготовить смесь соли и пряностей. С пряностей у меня черный перец, паприка, розмарин, соль крупная, морская. Я, другую, признаться честно, не покупаю вовсе. Потому что, не знаю, как вы, а вот я вкус антислюзивающих добавок во всяких там мелких этих самых солях очень сильно ощущаю. Теперь засолить и отправить в холодильник на пару суток. Оставайтесь на связи. Продолжаем процесс. Корейка просолилась. Сейчас ее надо натереть смесью горчицы и меда. Пропорция на ваш вкус. Все сильно зависит от остроты горчицы. У меня примерно на две ложки горчицы с горкой. Это одна ложка меда. Все, можно намазывать свинину, только заранее духовку надо включить. 200 градусов верхний и нижний нагрев. Обмазываю со всех сторон. Вот только косточки. Лучше, конечно, не пачкать этой смесью. Дальше совсем все просто. Свинину форму для запекания. Смотрите, здесь кости есть, так что мясо пригорать к форме не будет. Кусти защитят. И сюда форму стакан бульона. Какого найдете? Я кое-демигляс в кипятке разведу. Рецепты домиглясов на канале есть. Ссылки ниже в описании оставлю. Вроде растворился. Сюда его. И фольгой плотно накрыть со всех сторон. И в духовку. Температура 200, я уже сказал. Верхний и нижний нагрев. Время запекания 3-4 часа. Причем, по прошествии этого времени, духовку просто выключаю, но не открываю. Свинина остается в ней в остывающей мере на духовке до завтрашнего утра. Оставайтесь на связи. Продолжаем разговор. Корейка вчера была запечена и провела всю ночь в остывающей духовке. Не пробовать же ее холодной. Предполагаю, что нам надо ее разогреть в той же самой духовке, но уже при включенном режиме конвекции. И сделать это быстро. То есть температура высокая. А из вытопившегося сока и бульона, который выделился тут, приготовить соус. Переложу корейку на решетку и в духовку. Думаю, минут 10 при температуре 220 градусов, а затем еще немного, но сколько получится, чтобы соус успеть не готовить. Уже при 100 градусах. Подержу. Так, ну и соусом надо разобраться. Первым делом избавляюсь от лишнего жира. Луковицу мелко нарубить. На части снятого жира обжарить. Не до полного зарумянивания, конечно. Еще понадобится цедра апельсина и его сок. С луком все отлично. Смотрите, он окрасился от остатков вот этого вот бульона красного. Ну и есть еще такие вот не до конца прожаренные кусочки, которые дадут сладость такую дополнительную. Можно добавить уже немного красного сухого вина. Чуть-чуть. Сразу же апельсиновый сок. И вот этот бульон, который остался после запекания корейки, со всеми мясными соками. Сейчас на сильном огне упариваю до желаемой густоты. И, кстати, нагрев в духовке уже пора уменьшать. Соус выпаривается и загустевает буквально на глазах. На самом последнем этапе, когда он уже сконцентрировался и густота желаемая, нужно выправить соус на вкус. Возможно, понадобится соль добавить или сахар, или кислинку в виде лимонного сока, ну или винного уксуса. Все зависит от того, насколько сладкие у вас были продукты. Лук, насколько сладкий и кислый был апельсин. Вино, опять же, свою кислоту какую-то добавило. Короче, пробовать надо. Полагайтесь на свой вкус. Отлично. Можно уже пробовать свинятину. Ну что, пора. Начну я с свининки. С соусом, конечно, да. Вот разваливается все, смотрите. Так. Ну, я не могу сказать, что это в два раза сочнее, чем при быстром методе готовки. Но да, сочность несколько большая. Но, надо сказать, в принципе, корейка – это такое сухое мясо, там жир-то нет. Поэтому при приготовлении оно очень сильно теряет влагу. В данном случае приготовление получается в паровой бане, потому что мы фольгой плотно закрыли, поэтому потери влаги меньше. Но, ну, процентов на 20, может быть, на 30 меньше. Но, тем не менее, вкусно. Вот этот соус вполне себе все сглаживает. Прекрасно. Так, ну и картошечка. Картошка, приготовленная таким методом, это мой любимый гарнир, наверное. Ну, и аромат такой классный. Когда свежий розмарин кладешь в духовку, вот он начинает очень от высокой температуры, очень активно начинает испарять эфирные вот эти свои масла, ароматы. И картошка пропитывается этим ароматом. Это классно. Обалденно. Просто вот это сочетание, такая картошка и свининка, просто прекрасно. Слушайте. Ну, что могу сказать? Если вам не жалко потратить столько времени на приготовление такого, безусловно, праздничного блюда, то вполне готовьте. А если вы возьмете не корейку, а свиную шейку, то это будет еще, кроме того, безумно сочно. Ну, и корейка тоже будет сочная. Сочнее, чем при обычном медленном готовке. Поэтому берите способ наворужения, готовьте соусы обязательно такие. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. А еще картошечки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok